Стоимость одной маски до 100 рублей. И это не шутка. В ряде регионов страны аптеки резко взвинтили цены на противовирусные лекарства и средства индивидуальной защиты. И всё на фоне информации о коронавирусной инфекции. Чтобы понять масштабы попыток нажиться на чужой беде, представителями общественных организаций были проведены рейдовые мероприятия. Мониторинг цен в аптеках пока коснулся 25 регионов, в том числе Карачаево-Черкесии. Молодежка УНФ проводит российскую акцию по мониторингу цен на противовирусные лекарства. Мы с ребятами проводим этот мониторинг в нашем городе. Хотим пообщаться с продавцами в аптеках и узнать, какие же цены у нас в регионе и не поднялись ли они в связи с периодом простудных заболеваний. Добрый день. Молодежка УНФ проводит акцию мониторинг цен на противовирусные лекарства. Можно задать вам несколько вопросов? Можно, тратите. Представители молодежки Общероссийского народного фронта постарались обойти большинство аптек Черкеска, а также посетили в ряде населенных пунктов республики объекты с товарами медицинского назначения. Кое-где некоторых лекарств, а также масок попросту не оказалось. Как объяснили провизоры, из-за новых цен, которые установили поставщики. И такой вопрос. Сколько стоит обычная медицинская маска? У нас их вообще нет. То есть в продаже сейчас у вас их нет? Да, и не будет в ближайшее время. А с чем это может быть связано? То ли просто раскупили, то ли их просто не было? Нет, во-первых, да, их раскупили. Те, что были по старой цене, сейчас у поставщиков новые цены. Те, которые дешевые, их уже нету даже у поставщиков. Масочек нет. Нет, да? А это как? В связи с ажиотажем? Дорогие, да, мне их не заказали. А сколько дорогие, вы подскажете? Я не знаю сейчас на фарм рынке их цену, но у нас сейчас наличие нет. Мы все закончили, все продали. Следующий закуп уже подорожал, и мы накупили дорого. Получается, продажная цена у вас 6 апреля. То есть, как бы, цена, если и поднялась, она поднялась у вас на счетах. В следующей аптеке маски имелись в наличии. Вот только цену 56 рублей за 5 штук общественники также сочли завышенной. Это и понятно, ведь еще пару недель назад стоимость одного средства индивидуальной защиты варьировалась от полутора до трех рублей. Впрочем, дальнейшая проверка других аптечных пунктов Черкеска скорее порадовала. По крайней мере, у клиентов есть возможность приобрести некоторые товары без непомерных наценок. И у вас есть наличие маски медицинские? Да, по 3 рубля. Ух, вы единственная аптека, где по такой цене. Да, и мы продаем по 5 штук, не более. Потому что все кукают. В одни руки, да? В одни руки 5 штук. Именно по какой причине? Потому что один купит 100 штук, а другому мы отказываем. Зачем? Ну, пусть всем будет поровну. У вас есть медицинские маски? Есть, 3 рубля. 3 рубля, да? Да. А вот как, у вас нет такого какого-то лимита в одни руки при продаже? Нет. А ажиотаж в вашей аптеке есть по медицинским маскам? Нет, у нас нет. Во время мониторинга аптек мы также проводили опрос жителей. И они покупают маски, потому что боятся заразиться коронавирусом. Потому что это сейчас самая распространенная новость у нас в республике. А повышение цен на противовирусные препараты связаны именно с сезонными простудными заболеваниями. По предварительным данным, на работе аптек нашего региона почти не сказалась информация о борьбе с вирусной инфекцией в различных точках земного шара. Некоторое увеличение стоимости отдельных видов товаров продавцы связывают исключительно с сезонным повышением расценок от поставщиков лекарственных препаратов. Впрочем, не стоит исключать, что на основе проведенного общественниками мониторинга будут выявлены предприниматели, необоснованно завысившие цены на отдельные виды товаров. Артур Махцемиха-Каракелян. Итоги недели.